У работающих на линии сотрудников Одинцовского ПАТП есть четкие инструкции, в которых прописано поведение в различных ситуациях. Одно из правил требует от кондуктора и водителя проверять пассажирский салон после прибытия на конечную остановку маршрута. Именно в этот момент, после того, как к железнодорожному вокзалу Звенигорода прибыл очередной автобус, в нем и был обнаружен подозрительный предмет. Кондуктор в просмотре салона обнаруживает подозрительный предмет. Она докладывает об этом водителю. Действия водителя должны быть такие, что он идет к линейному диспетчеру. Здесь в станции находится линейный диспетчер. И объясняется ситуацию. Линейный диспетчер должна об этом доложить основному диспетчеру производственной базы Звенигорода, которая уже в дальнейшем действует согласно инструкции. После того, как сигнал о чрезвычайной ситуацию поступил в полицию и тревожные службы, пошел контрольный отсчет времени. Чем скорее на место прибудут дежурные группы, тем выше общая оценка. Первыми уже буквально через несколько минут к отогнанному в безопасное место автобусу подъехали наряды полиции. Оценили обстановку, деловито блокировали потенциально опасную территорию и стали дожидаться кинологов. К тому, как сработали правоохранители, вопросов не было. Претензии у проверяющих возникли к работе диспетчеров самого автопредприятия. У нас есть соглашение с железной дорогой Смоленского направления о том, что если мы проводим мероприятие такого характера на правоохранных площадях, мы должны информировать начальника или дежурную службу их о том, что у нас такое мероприятие, чтобы если прибывает электричка, чтобы они пассажиров направили в другую сторону. Она этого не сделала, поэтому сюда дважды приходили люди, которые спрашивают, что такое, что такое. И замначальника отдела Звенигородского отдела полиции объяснялся, что это учение. Еще один просчет линейного диспетчера заключался в том, что девушка перепутала очередность звонков, невольно задержав начало работы силовых структур. Ненадолго, но в подобных ситуациях каждая потерянная минута может дорого стоить. Антитеррористические учения на привокзальной площади в Звенигороде не проводились уже несколько лет. Сегодня и рядовые сотрудники, и руководство местного филиала ПАТП получили информацию, необходимую для дальнейшего повышения безопасности перевозок. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.